тема данной лекции устройство виртуальной памяти обеспечиваемый функционирование процессором intel нашел интересную презентацию в интернете буду в процессе ее переводить следующие вопросы рассмотрены в этой презентации это собственно что такое виртуальная память какие элементы архитектуры intel требуется для поддержки виртуальной памяти как и linux использует различную поддержку аппаратным обеспечением и реализует виртуальную память адресное пространство процесса обработка исключительной ситуации отсутствие нужной страницы page fold и какие дополнительные там элементы но это не сильно в значимые вопросы касающиеся ядра 24 на 26 когда linux совершенствовался значительные были изменения встроены и в сам последний слайд будет состоять из печь литературы для изучения виртуальная память такая среда которая позволяет большим процессом запускаться в условиях если физически памяти недостаточно для помещения этого процесса в эту физическую память для этого задействуется специальное место на диске который называется swap space то есть место для обмена страницами физической виртуальной памяти и конкретными кластерами на диске на жестком диске например процесс процессор сам по себе может то есть процесс и процессор позволяет производить адресацию так называемого логического адреса этот логический адрес конвертируется физически в процессе выполнения программы реализация вот этого преобразования требует очень интенсивную поддержку на аппаратном уровне и создание ну реализацию достаточно сложных кусков операционной системы на это тратится достаточно много времени если вдруг кто-то решил самостоятельно сделать операционную систему то вот это решение этой задачи это одна из самых сложных задач виртуальная память может быть реализована как при помощи страниц это некоторые физически ограниченный набор блоков памяти либо при помощи сегментации это такая такими кусками памяти где их размер можно варьировать также в одном из этих случаев когда у нас есть возможность использования swap space она необходима реализация различных техник получения сохраненных виртуальных страниц обратного физической оперативной памяти их дальнейшее отображение это называется получение страниц по требованию ну и также существуют различные методики замена одних страниц другими то есть логического отображения физических страниц в логическое и в основном используется так называемый list recently used алгоритм то есть те страницы которые давным-давно были использованы они скорее всего в процессе исполнения кода процесса при необходимости будут помещаться как раз вот в самый слаб спать зачем использование виртуальной памяти требуется она это нужно для того чтобы машина ну вот представьте себе за что мы разработали компьютер да и далее его пользователю пользователя естественно он может иметь разный уровень квалификации и в принципе даже скажем так не обращать внимание на то какого размера у него процесса то есть мы хотим просто как пользователи вот запустить процесс и смотреть как он получает результат да и поэтому ну то есть два варианта либо мы контролируем объем памяти которые помещаем наши процессы и в случае если все фиксировано то может случиться так что нужный нам процесс нужно будет то есть мы не сможем туда поместить либо нам придется какой-то процесс воевременно выгрузить из оперативной памяти а потом поместить то что нам нужно вот операционная система этот вопрос решает так скажем в автоматическом режиме то есть мы можем поместить физическую память больше процессов чем это требуется это делается за счет того что не все куски процесса одновременно должны присутствовать физической памяти это раз во вторых есть отображение логического адресного пространства процесса на физическую память на следующем слайде более подробно объясняется но тут был динамический слайд суть в том что вот у нас есть один процесс он состоит из разных страниц есть процесс 2 он тоже из разных страниц состоит то есть это логическое адресное пространство и вот мы сначала например помещаем страницы из процесса 1 то есть 1 помещаем помещаем сюда 2 помещаем сюда 3 помещаем сюда ну то есть вот программа выполнять сверху вниз до дошла до этого блока и произошло переключение процессов тогда нам тут прошло переключение на втором процессе 1 2 загрузился произошло переключение теперь запускаем второй процесс соответствии вот с той стратегией наиболее давнего куска оперативной памяти да мы используем его помещаем первую страницу физическую памятью где было пустое место потом помещаем сюда вторую страницу но при исполнении кассу нам нужна еще и третья страница память здесь у нас физическая заполнилась и что мы делаем мы берем эту первую страницу первого процесса выгружаем слоп вместо него вставляем третью страницу второго процесса мы производим дальнейшее исполнение программы то есть таким вот образом выгружая и загружая страницы определенным образом мы можем исполнять программу то есть процесс номер 1 дошел до конца ну где-то там на какой-то инструкции во второй на второй странице процесс answering страницу то есть эта продолжить теперь выполнять инструкцию на третьем процессе и мы можем поместить его в эту страницу вместо этой страницы 1 2 процесса и ее выгрузить в слог. Примерно таким образом работает в целом виртуальная память. Данная презентация достаточно древняя и здесь рассматривается режим функционирования оперативной памяти для 32 созвядного режима микропроцессора. Он на самом деле является самым сложным из всех возможных, потому что оперативной памяти по современным меркам не так много и решаются различные задачи, связанные с тем, чтобы помещать большие процессы в оперативную память. Маленькие процессы, большое разнообразие изверинец. Рассматриваются также задачи помещения в оперативную память. Если, скажем, у нас 32-разрядный режим, адресуемая память максимальная 4 гигабайта, но если у нас есть больше оперативной памяти, то есть меж 64 гигабайта, то тем не менее мы все эти 64 гигабайта можем использовать через специальные механизмы на микропроцессоре. Ну так вот, архитектура IA32 поддерживает либо чисто сегментирование или сегментирование или сегментация и отображение в swap space в виртуальной памяти. Значит, логические адреса состоят из сегментного селектора, это специальный регистр, точнее их там набор специальных регистров 16-битовый и смещение. Линейное адресное пространство или виртуальное адресное пространство. Вот это различные способы отображения оперативной памяти. Адресное пространство процесса, оно представляет собой, в смысле, организуется при помощи этого сегментного регистра и к ним прибавляется смещение. Вот, и таким образом 32-битная адресируемая оперативная память одного процесса, составляющая 4 гигабайта. Вот, физическое адресное пространство, ну, первоначально отображалось на 32-битовое адресное пространство оперативной памяти. Ну и вот, общий процесс отображения логического адреса, то есть у нас есть некоторый логический адрес внутри процесса, мы его преобразуем с учетом сегментных регистров, получается линейный адрес в общем пространстве, и дальше мы в этом линейном адресе, то есть линейное адресное пространство разбито на блоки на странице, и эти страницы отображается в физическое адресное пространство. Вот на этом слайде представлена 32-битовая виртуальная оперативная память, то есть есть в сегменте, ну, давайте я себе нарисую картинку, которая показывает, как сегментная адресация работает. Вы знаете, что существовало и существует до сих пор операционная система DOS, дискооперационная система, ее можно эффективно использовать для решения задач создания систем реального времени, в том числе. Так вот, в дискооперационной системе, если мы даже 16-разрядный режим используем, кто-то меня взбойнул openbox, в общем вот 32-битовый режим, 16-битовый режим и DOS. При помощи сегментных регистров, например, мы разбили все физическое адресное пространство, вот тут печь напишу, физическое адресное пространство, тут у нас 0 мегабайт был, то есть пространство очень небольшое было, а здесь был 1 мегабайт. И одна программа не могла занимать больше 64 килобайт оперативной памяти, 640 килобайт оперативной памяти. Понятно, что тут где-то был сам DOS, более того, он еще на основе BIOS работал чаще всего. И, например, если требовалось загружать несколько программ, вообще DOS считался однозадачной системой, но тем не менее можно было использовать различные резидентные программы, там, например, драйверы клавиатуры, там еще что-то. Вот каждая из них, каждая из этой программы, она, в принципе, работала как процесс, сформировался. Там еще были как раз ком, например, файлы. Это просто программный код, просто слеп от оперативной памяти, он грузился в какую-то часть вот сюда. Вот этот ком, он начинался с адреса, например, 100, да, как правило. То есть у нас было несколько комов, мы могли их загрузить в оперативной памяти, вот вопрос, каким образом они функционировали. А это как раз делалось через, типа как, что-то вроде переключения процесса. То есть самих процессы не переключались, потому что однозадачная операционная система была, но одна задача, то есть один процесс мог вытесняться в другой из-за прерываний, interrupts, либо, ну, просто этот процесс вызывался из другого процесса. И вот каким образом можно было вот в этом физическом пространстве уложить несколько, значит, ком или экзефайлов. И там маленько другие были, досовские экзефайлы. Ну, суть у них примерно такая же была. То есть ком это просто слепок, а экзефайл это уже такой полноценный загружаемый загрузчиком, многосегментный запускаемый модуль. И вот это делалось следующим образом. Мы предположим, вот это у нас все процесс какой-то, да, какой-то свой процесс. И, как обычно, вот у нас есть дискооперационная система. Она вызывалась конкретно из сегмента кода через прерывание там 20h. Сюда просто переход осуществлялся там и обратно, например. То есть сегмент кода. Дальше у нас тут был, например, сегмент данных. Вот с ним это BSS. То есть это данные, которые не инициализированные. И, например, здесь вот находился HIP, который рост в эту сторону. Ну и здесь, например, стэк. Так вот, начало каждого сегмента обозначалось своим регистром. То есть сегмент кода CS 16-разрядный регистр. Сегмент данных это был DS. Это номер страницы. Вот можно было мер ES использовать для обозначения HIP. Ну и начало стэка. То есть стэк начало здесь, но расчет он в эту сторону. Это был стэк сегмент. И вот для того, чтобы вычислить физический адрес какой-то конкретной вот этой инструкции, то есть Instruction Pointer это регистр, да, его нужно было преобразовать каким образом. То есть взять CS, например, сдвинуть его на 4 бита. Я не помню, насколько точно, но там, по-моему, страницы были по 16 байт. Сдвигаем на 4 бита и прибавляем вот этот IP адрес. Получаем IP физический, а это IP логический. То есть это IP процесса, это уже адрес в линейном пространстве, вот сегментированном. Таким вот образом отображалась. Свопа не было, но некоторые программы, например, можно было, в некоторых программах можно было, например, в сегменте кода менять куски, например. Это называлось Overlay. То есть программа состояла из нескольких Everlay, в моем точка O, VL файлы были и компилятор, например, там Pascal, по-моему, или Brolin C, например, использовался. У них при помощи специальных библиотек можно было эти Everlay менять и, соответственно, тот или иной код запускать. Потом, позже, кстати, появился вариант DOS, который включал в себя карусельную, не вытесняющую многозадачность, как и в Vendee 3.11. В общем, суть понятна, что вот есть некоторое начало страницы, да, и все тут, все дальше вот по этой странице, да, это все адресуется там или вверх или вниз. Вот я, по-моему, в обе стороны нарисовал. Я, по-моему, наоборот, действительно. То есть если сегмент кода, то он увеличивается в эту сторону, да, то есть он может перекрывать, то есть мы могли бы инструкции выполнять и в этом месте. Вот сегмент данных получается, где-то наш зеленый цвет, он начинаясь... А, туда неправильно рисованы, что сюда должно быть. Начинаясь отсюда, он сюда вот шел наверх, ну и сегмент стека тоже соответствующим образом. И защиты никакой, естественно, не было в DOS. Но, тем не менее, это вот был такой процессор Intel. Intel первый, наверное, способ представления виртуальной памяти. Аналогично можно и в 32-битовом режиме работать без воппинга. Пока не забыл, хочу сказать, что... Значит, если кому не нужно вот эти все там Linux или Windows, системы многозадачности, ну то есть это само ITRO вдруг вам не нужно, вам нужно просто, чтобы вся память была оперативная ваша, да, то можно использовать DOS, грузить номер Free DOS и грузить какой-нибудь DOS Extender. То есть он переводит режим процессора 16-разрядного в 32-разрядный, например, если это 32-разрядный DOS Extender. Вот. У него есть специальная библиотека, обеспечивая совместимость вот с драйверами в BIOS и в DOS. Есть также 64-битовые сейчас DOS Extender и для разработки программ в этом режиме есть соответствующие компиляторы GCC. Например, DG, GPP один из таких. DG, это был такой разработчик, его DG звали. Вот раз портировал GCC и сейчас до сих пор портирует вот на этот DOS Extender. Это что касается сегментированной памяти без использования свопинга. Вот. В операционках типа Linux, там, Windows используется более мощный способ отображения. То есть также есть сегментные регистры, но они немножко по-другому работают. То есть сегментный регистр, в нем содержится адрес сегментного дескриптора, вот в таблице глобальных дескрипторов. И есть Instruction Point размещение, но вообще любой адрес, который вы хотите использовать, адрес внутри процессора. И суммарное, то есть их совместное взаимодействие, то есть по сегментному регистру мы берем смещение. Относительно этого смещения мы смотрим в линейном адресном пространстве адресов местоположения конкретной страницы. То есть это линейное адресное пространство можно понимать как пространство процесса. Хотя это не совсем так, но для данной презентации этого достаточно. Предположим, у нас всего один процесс. Вот. И дальше что нам нужно посмотреть? Каким образом линейное адресное пространство отображается в физический адрес? Или там линейный адрес, физический адрес? Для этого делается следующее. Значит 32-битовый адрес разбивается на три поля. Значит здесь 10 бит, здесь 10 бит. Ну и здесь оставшиеся 22 бита. Или 12 бит. Да, 12 бит. Что получается? Что 12 бит у нас адресирует 4 килобайта всего оперативной памяти. То есть в данном случае страница равна 4 килобайтам. Значит первая пачка используется для того, чтобы в таблице таблиц выбрать собственно таблицу по смещению. То есть от 0 до 1023. Вот это entry, да, на самом деле это адрес физической оперативной памяти. Вот этой таблицы. То есть, например, мы одну такую таблицу можем навесить на один процесс. То есть вот у него виртуальное адресное пространство. Вот это его IP-адрес. Мы взяли из этой директории набор таблиц. И теперь из этого набора таблиц по вторыми 10 битами выбираем соответствующую страницу. Вот если эта страница, про нее известно, что она находится в оперативной памяти, мы таким образом беря вот это начальное смещение, к нему добавляем вот это смещение в адресе и мы получаем таким образом физический адрес. То есть опять повторяю, что эта таблица, эта таблица, они находятся в оперативной памяти, то есть в специальном месте. Ну вот опять тут повторение, да, сегментные регистры. Сегментные регистры позволяют очень быстро оперировать вот этими страницами. То есть сегмент кода есть, указывает на сегмент, содержащий программные инструкции. Да, забыл сказать, что вот эти сегментные регистры, они хранятся для каждого процесса индивидуально, то есть в специальном месте. То есть когда мы процесс переключаем, содержимое этих сегментных регистров уже будет соответствовать другому процессу. Значит в сегментном регистре также уже при реализации защиты оперативной памяти содержатся специальные биты, которые обеспечивают некоторый уровень привилегий, исполняемого в этом сегменте кода. Здесь существует два набора, ну основных, значит 0 это значит, что код исполняется в режиме ядра, а 3 означает, что он исполняется в режиме пользователя. Сегмент данных, это значит регистр указывает на тот кусок, откуда начинаются данные. Ну соответственно стэк и еще есть три дополнительных регистра ES, FS и JS. Их можно там использовать для каких-то других целей для адресации каких-то кусков оперативной памяти. Значит сегментный дескриптор, структура данных, да, 8-байтовый, да. Это содержит в себе уникальный идентификатор сегмента, содержится в глобальной таблице дескрипторов, вот, содержит 32-битовый базовый адрес сегмента, 20 бит используется для указания длины, 4 бита определяют тип сегмента, ну там кодовый, он там сегмент данных. И набор битов, DPL, Descriptor Privilege Level, поля, они имеют такие же значения от 0 до 3, где 0 означает ограничение, касающееся только режима ядра, и 3 обозначает режим пользователя. Там, в этом дескрипторе определяется вот это вот уровни защиты. Intel использует 4 уровня от 0 до 3, 0 означает наиболее привилегированный уровень. На уровне привилегированном программа запускается, что-то неправильно, да, уровень привилегированности исполняющейся программы определяется уровнем привилегированности кодовых сегментов, которые в конкретный момент запускаются, выполняются. Значит, есть вот два бита, бит 0 и 1 в кодовом сегменте. Ну, тут видите, некоторые повторения из предыдущего слайда. То есть соотношение вот этого CPL и DPL как раз определяет уровень защиты. Значит, процессор, самое главное, запомните, этот процессор меняет CPL, то есть в кодовом сегменте, да, в сегменте, ну, так, в кодовом сегменте, на регистре. Когда программное управление преобразуется, то есть переходит в кодовый сегмент с другим уровнем привилегий. DPL, дескриптор уровня привилегий, это битый в сегментном дескрипторе. Когда текущий исполняющийся процесс, вот именно его кодовый сегмент, пытается получить доступ к какому-то сегменту, тогда DPL сравнивается с CPL кодового сегмента. Значит, программа, запускающаяся на более высоком уровне привилегий, не может получить доступ к сегментам с более низкими привилегиями. Тогда как программа с более низкими привилегиями может получить доступ к всем сегментам. Ну, то есть здесь о чем речь идет, что если, точнее не если, а так как ядро, например, Linux, оно в режиме ядра запускается, то есть это высокий уровень привилегий, то программный код ядра, он не имеет права, вообще говоря, получать доступ к оперативной памяти в исполняющейся программе. Ну, точнее, к тем страницам, которые относятся к исполняющейся программе. Это было бы очень интересно, когда операционная система вдруг начнет портить исполняющийся процесс. Вот. С другой стороны, программа, которая исполняется, ей же требуется определенный сервис от операционной системы. И, соответственно, при помощи системных вызовов эти сервисы получаются, но само-то ядро, оно находится в адресном пространстве исполняющейся программы. Вот. То есть, то программа, исполняющаяся, то есть приложение, должна каким-то образом вот в это ядро мочь обратиться. Но единственное, что оно может, это только читать оттуда. Но и за счет системных вызовов, то есть, с помощью специальной процедуры, происходит изменение состояния кодового сегмента, и получается необходимое разрешение для исполнения кода и ядра, для исполнения сервиса необходимого приложения. Значит, операционная система Linux, она работает только в одном режиме, то есть никаких режимов совместимости, как в Винде, в нем не предусмотрено. Что, в принципе, позволяет значительно повысить уровень защиты информации при исполнении конкретных приложений. То есть, не существует способа поменять режим сегментации. Значит, Linux предпочитает использовать страницы по сравнению с презентацией, потому что реализуется это намного проще. Ну, а точнее, это, скорее всего, не только из-за этого, из-за того, что необходимо реализовать своппинг. Значит, страницы делятся между четырьмя сегментами. Значит, здесь речь идет о том, что вся физическая память в Linux распределена на блоки, и в зависимости от функции оперативной памяти выделяются разные блоки. Ну, например, одна из функций – это возможность передачи информации из периферийных устройств методом прямого доступа к памяти в оперативную память. Так вот, один из вариантов выделения физического адресного пространства для прямого доступа к памяти – это именно выделение из того самого сегмента, который предназначен именно для операции с прямым доступом к памяти. Аналогично можно работать с разделяемой памятью. Ну, и, соответственно, есть какие-то наборы страниц, используемые для помещения туда приложений. Значит, в Linux все процессы используют одинаковое адресное пространство, логическое, да, и сегментные дескрипторы. Значит, эта глобальная таблица, она реализована. Вот, можете потом взять код посмотреть. Каждый раз, когда изменяется вот этот набор битов, ну, то есть уровень защиты в сегменте, в кодовом сегменте, аналогично меняется значение CPL для сегмента данных и сегмента стека. Сегмент стека указывает на сегмент данных в Linux. Ну, и тут есть таблица, которая позволяет смотреть, какие режимы доступа доступны при разных значениях DPL. Ну, например, значит, если, ну, понятно, что ядро, оно тоже в себя включает сегмент кода, где инструкции исполняются и какие-то данные там хранятся. Так вот, сегмент кода, он обозначен следующим набором атрибутов, что это сегмент кода, туда можно только читать и можно оттуда запускать инструкции. Значит, сегмент данных в ядре обозначается, что это сегмент данных, оттуда можно читать значения и писать туда значения. И эти два сегмента доступны только ядру или в режиме ядра. Вот, для пользовательских приложений, значит, тут, в принципе, все то же самое, да, видите, обозначение, то есть сегмент кода, где код исполняется, тот может только читать и запускать инструкции. Ну, и аналогично, что есть сегмент данных, содержатся данные, туда можно читать и писать. Но при этом DPL у нас имеет цифру 3. Вот, и в наш пользовательский пользовательском режиме мы можем получать доступ как к оперативной памяти программы, так и ядра. Вот это для чтения, понятно. Ну, сегменты перекрывают себя в линейном адресном пространстве. Это позволяет, в частности, вытворять некоторые вещи. Например, если у нас кодовый сегмент, то есть сегменты, вот я напоминаю, да, там, таблица сегментов, содержат в себе длину. Так вот, если указать такую длину, чтобы сегменты перекрывались, то мы, например, можем писать сегмент данных, который, ну, перекрывает сегментом кода какие-то новые инструкции, а потом в сегменте кода их запускать. Ну, таким образом, например, наверняка реализуются всякие разные just-in-time компиляции. Вот, но лучше, конечно, этого не делать. Все процессы в 32-битом режиме делятся на две части. То есть одно от нулевого до третьего гигабайта. Это то, что может занимать процессы пользователя, начиная с третьего по четвертый. Там валяется ядро. Ну, вот сейчас найду картинку, покажу. Ну, вот общий вид процесса. То есть вот они, эти 3 гигабайта для пользовательского приложения. Это для операционной системы. Windows, в принципе, так же примерно работает. Только это верхние адреса, видите? То есть начинают с цену 0.0 до FFFF. Вот если порыться в ядре Linux, да, мы можем найти специальную define, да, Pitcher Set. Вот он такое как раз значение обозначает. То есть выше адреса C0.0.0 у нас страницы будут определенным образом отображаться в физическую. Не как для обычного процесса. Например, нам ядро же, в принципе, нужно в каждом процессе, да. Поэтому нам, в принципе, его не надо в слоп удалять. Ну, и так далее. Ну, и понятно, что страницы, отображенные на адресное пространство выше 0.0.0.0.0, они будут определенным образом настроены. То есть процесс в режиме пользователя, где CPL3 равно у нас, да, могут получать адресное пространство значение только в диапазоне меньше 3 гигабайт. Только сегменты из DPL3. А, ну, значит, там наоборот все получается. Ядро, да, может куда угодно обратиться. Пользовательское приложение только в свое адресное пространство. Там, значит, на первых слайдах было неправильно. Ну, ладно, едем дальше. Процесс в режиме ядра, например, после системного вызова, может куда угодно обращаться. И включаю все значения DPL, то есть 0 или 3. И, собственно, разница между предназначением того или иного куска памяти, то есть страницы, определяется именно набором значений RvUS, набором битов в дескрипторе страниц. Значит, каким образом память поделена на блоки? Значит, она разделена на куски одинакового размера, ну, физически. Линейное адресное пространство разделено на куски такого же размера. Процессор использует информацию, содержащуюся вот в этом вот директории страниц, ну, в наборе страниц и, собственно, в таблице страниц, то есть страниц, которые хранятся в оперативной памяти. Чтобы отображать линейное на физическое адресное пространство, генерируется иногда Fault Exception, PageFault Exception. Значит, существует же также Translation Lookaside Buffer, TLB, страницы, набор, ну, структура данных. Используется для того, чтобы хранить наиболее... Ну, то есть информация хранится в нем. Какие страницы, когда были в последний раз использованы. Значит, процессор Intel позволяет делить оперативку на страницы по 4 кг, по 2 мегабайта и по 4 мегабайта. Процесс выделения страниц управляется тремя флагами в наборе регистров управления процессором. Их значение устанавливается в процессе инициализации операционной системы. Значит, первый регистр это PG, пейджинг. Он доступен на всех процессорах, начиная с 386-го. И, ну, соответствующий бит там позволяет устанавливать режим деления оперативной памяти на странице. PageSizeExtension, PSE. Он впервые был добавлен в Pentium непосредственно, то есть это был 93-й год. 94-й. И при помощи него можно создавать, указывать, то есть использовать большие страницы, 2 или 4 мегабайта. Когда используется регистр PAYE? Physical Address Extension, это специальный регистр, который используется в Pentium Pro процессорах. Он позволяет создавать методы расширения физического адресного пространства до 36 бит. То есть 64 мегабайта можно адресовать. И позволяет использовать 4-х килобайтный, либо 2-х мегабайтный разбивание на странице. Ну, рассмотрим поподробнее таблицу страниц и перечень таблиц страниц, ну, то есть PAYE directory. Значит, 32-битовое линейное адресное пространство разделяется на 3 поля, 4-х килобайтная страница. А, ну, это вот это вот, да. То есть вот 10 бит. Это у нас PAYE directory 10 бит. То есть можно здесь вот адресовать 1024 записи. Таблица PAYE table, да, то есть эти 10 бит. То есть 1024 структуры здесь адресовать. И смещение, это наименее значимые 12 бит, вот эти вот части, это смещение внутри страницы. То есть это 4-килобайтовая, да, страница получается. В случае, если используется деление на 2-х мегабайтные и 4-х мегабайтные страницы, то наиболее значимые 10 бит, вот эти вот, для PAYE directory и вот эти 22 оставшихся бита, то есть от 0 по 21, используется для обозначения смещения. То есть эта таблица уже не используется. Ну, либо вот эту можно понимать, как вот эту таблицу. То есть вариант с 2-х мегабайтными страницами проще. Вот, но тогда мы можем тратить оперативную память нерационально для маленького по размеру процесса. В 32-битовом адресном пространстве, когда используются 4-килобайтовые страницы, у нас есть 20-битовый адрес. С 12 по 32-бит. Ну, это не адрес, это структура данных, вот здесь вот внутри, которые содержатся, они одинаковые. То есть вот 32-битов в структуре и вот 20-бит используются для обозначения адреса в физическом адресном пространстве. Дальше есть один бит, есть ли эта страница или нет, загружена в память или нет. Значит, бит чтения записи, пользователь, суперпользователь. Ну, то есть это режим ядра или режим пользователя, да, то есть к какому конкретно куску памяти процесса относится данная страница. Значит, был ли доступ к этому? PageLevelCacheDisable, ну, это различные настройки, то есть каким образом мы можем оперировать этой страницей. Dirty используется для того, чтобы обозначать тот факт, что к этой странице был доступ осуществлен. И этот бит используется только в структуре PageTable. Ну, то есть вот здесь вот. Global представленный был в Pentium Pro бит. Используется только вот в перечне таблиц. Таблиц указывает, что данная таблица является глобальной и не позволяет ей быть вытащенным из TLB при переключении процессов. Ну, и также есть размер страницы. Используется только в PageDirectories, ну, то есть в структуре, которая левая. Если там единица, то она указывает на 2-4 МБ вариант представления оперативной памяти. И тогда PGD указывает на страницу. Если используется 4-килобайт новая страница, то тогда это значение бит равно нулю. Значит, эти флаги проверяются аппаратным обеспечением, чтобы посмотреть, какой вариант адресации можно осуществлять с этими страницами. Linux использует 4 уровня представления, отображения, да, линейного адресного пространства, она физическая, адаптированная в 4-битовых архитектурах. Это глобальные, значит, директории страниц, PGD, директории промежуточных страниц, ну и, собственно, Phthp. То есть, когда у нас 4-х разрядное адресное пространство, мы можем более гибкие системы отображения строить. Линейное адресное пространство делится на 4 части. 3 для смещения таблиц и 2 смещение страниц. Значит, что случится, если... Если процесс использует 32-битовый режим, ну, то есть, какие у нас... Как это Linux обеспечивает работу в 30-битовом режиме, значит, в операционке 64-битовый режим. Ну, для этого и специальные настройки вот здесь значений. Значит, каждый процесс имеет собственный PGD, Page Global Directory, и в процессе смены контекста, ну, когда мы процессы переключаем, то в PGD помещается базовое значение выполняющегося процесса. Ну, то есть, PGD фактически обозначает исполняющийся процесс. Вот. И это значение помещается в CR3, и TLB у нас опустошается. Ну, то есть, информация о том, когда в последний раз были страницы использованы. Значит, Linux использует PAE, но не использует PSE, но это в 30-битовом режиме. Также используются размеры страниц, флаг размер страниц, PGD, чтобы указывать на различные размеры для различных процессов. Linux позволяет использовать совместные и 4-мегабайтные, и 4-килобайтные страницы. Например, ядро мы помещаем в 4-мегабайтные страницы, ну, потому что мы никуда мы что с ним не делаем, оно все время в памяти висит. А приложение уже делится на 4-килобайтные страницы. Это позволяет, например, запускать много процессов с маленьким размером кода. Ну, вот здесь показываются разные способы представления страниц. Ну, это все нюансы. Значит, линейное адресное пространство разделено на две части, ну, как на той картинке, которую я показывал. То есть, вот это вот имеется в виду картинка. Значит, код и данные ядра хранятся в группе зарезервированных страниц, и они никогда не помещаются в слоп. Ядро также поддерживает некоторый набор страниц для так называемого Master Kernel Page Global Directory. Как ядро инициализирует собственные страницы? Ну, я точно, конечно, не могу сказать, но вообще, в принципе, как ядро грузится, то есть, BIOS заходит на специальное место, ну, если мы берем самый простой вариант, DOS-овские партиции, значит, есть Master Boot Record, в нем лежит код загрузчика базовый, этот код загрузчика грузит загрузчик, который, в свою очередь, опять же, еще один загрузчик грузит, и вот эти два последних, они могут переключить режим функционирования микропроцессора такой, чтобы можно было запустить ядро. В ядре тоже находится загрузчик, то есть ядро помещается в оперативную память в определенном адресу и запускается. ну, и специальный код занимается тем, что перемещает код ядра в нужную область памяти физически, ну, и создает, соответственно, виртуально-линейное адресное пространство. Ну, примерно так это работает. управление физической памятью. Вот оно разделено, физическая память, на три зоны для прямого доступа к памяти, обычная память и хаймэм, но это 32-битовый режим, потому что тут можно особо на этом не останавливаться. Единственное, что как в 32-битовом режиме, так и в 64-битовом режиме вот есть специальная программа внутри процедура в Linux, при помощи которой можно, например, при написании драйверов из вот этих вот областей выбирать кусок оперативной памяти для взаимодействия с периферийными устройствами. Я, когда тут недавно занимался настройкой, ну, то есть корректировкой исходных кодов драйвера одного осциллографа, там как раз познакомился с этими конструкциями. Довольно интересно это посмотреть. На этой картинке более подробно представлен процесс. Тут что у нас есть еще дополнительно. Это область для разделяемых библиотек. Ну, скажем, у вас есть несколько программ запущенных с интерфейсом КУТЭ, да? Зачем вот эти куски кода, занимающимися отрисовкой изображения интерфейса, копировать в разные процессы. лучше взять просто сделать набор страниц и туда отобразить просто один раз загруженную библиотеку динамическую. Ну, header, это заголовок экзешника, да, то есть помещается entry point, ну, и так далее. То есть специальные данные о процессе можно здесь хранить исполняющимся. Ну, вот сегмент кода, сегмент данных, хип, который растет в эту сторону, стэк, который в эту сторону растет. Ну, и специальная область есть в верхних адресах неизменяемая, в которой хранит информацию о среде исполнения этого процесса. Ну, в частности, аргументы программы и переменные среды, например, название файла. Вот. Еще может быть там какая-то системная область использоваться, например, для каких-то стандартных файловых дескрипторов. Вот. Но вот эти части, вот эти части, да, это уже индивидуальные части конкретного процесса. Вот Linux, вообще говоря, не позволяет задавать перекрывающиеся области по умолчанию, да, то есть дать его специальным образом просить надо, чтобы там just-in-time компиляция работала. И вот каждый процесс, он, как правило, все адресное пространство он не использует. Ну, если 302-бит выбрать режим, то все 4 гигабайта, редко такое бывает, ну, или 3 гигабайта. Значит, адресное пространство процесса состоит из нескольких не перекрывающихся страниц выровненных. вот, и каждый регион содержит в себе определенным образом настроенную защиту, подстроенную под назначение. и эти все регионы, ну, то есть, сегменты, по сути говоря, они, их можно посмотреть в PROC, где, в MAP файле, да, где PID, это идентификатор процесса, это целое число. есть специальная структура, хранящая эти регионы в ядре. Значит, если есть некоторый файл, отображающийся на оперативную память, то файловый указатель находится в конструкции VM-файл. Ну, это есть такой способ обработки файлов, когда мы его грузим в оперативку, полностью этот файл, отображаем его постранично, можем манипулировать памятью, потом полученные результаты сохранить на диск. То есть, таким образом, мы, вроде как, к последовательному файлу, мы получаем высокопроизводительный доступ. Ну, вот эта структура, как Linux в себе представляет вот эти отображения сегментов на линейное адресное пространство. Ну, то есть, это информация, которая хранится в процессе в ядреной части процесса. Ну, и последнее, что тут нужно рассмотреть, это, каким образом происходит этот свопинг. Ну, я тут не буду все это читать. То есть, суть в том, что, если вдруг по каким-то причинам нужный нам кусок, нужна нам страница, например, 4-х килобайтная, не находится в физической оперативной памяти, это где-то должно быть, определяется это при помощи комбинации вот этого TLB и вот этих страниц. Вот, если вдруг в TLB не оказывается этой страницы, то есть, она выгружена, то это проверяется микропроцессором, да, и вот этой информации нет, и микропроцессор создает исключительную ситуацию. и дальше эта ситуация обрабатывается. Ну, и существует два типа. Major, когда нам нужно вот этот кусок непосредственно загружать с диска, да, из своп области. Своп в линуксе делается на специальной партиции, то есть, его размер, размер фиксирован, но в отличие от винды pagefile.cs, да, который хранит вот в pagefile.cs свои данные свопа, для работы с партицией не требуется каких-то дополнительных элементов. Либо, значит, вот этот кусок своповый находится в кэше, то есть, такое может быть, что кусок, который хранится, то есть, он выгружен на диск, да, но при этом он еще в каком-то куске другой оперативной памяти находится в кэше, то есть, кэше это при доступе к диску, поэтому тут очень нужно внимательно операционной системе следить, то есть, откуда страница загружается с диска или с кэша. и там, в зависимости от того, какой у нас имеет место быть вариант, происходит вот следующим образом обработка. Но в самом плохом случае, когда мы ничего не можем сделать, мы должны выдать на экран сообщение о невозможности обеспечить работу операционной системы. Ну, это либо синий экран винды, либо kernel баг ups. Ну, и тут что еще интересно есть, что если мы пытаемся например, получить доступ к запрещенной области памяти, процесс пытается сделать то, и то также может послать ему привет в виде сообщения SIGSIGW, которое говорит о том, что вы не в нужном месте попытались считать значение ячейки, и если его не перехватывать, то Linux выгружает плохо себя ведущий процесс из оперативной памяти. Ну, это то, как вызываются процедуры в процессе загрузки и свопа и выгрузки соответственно мы не будем сильно рассматривать, нам это особо не нужно. Ну и вот еще не последний момент, очень важный момент, современные операционные системы позволяют функционировать в режиме Copy and Write. Например, вы сделали копию процесса при помощи системного вызова FORG, операционка при этом в идеальном случае она должна взять скопировать все страницы исходного процесса в новые страницы, создать новую картину, то есть layout линейного пространства процесса и установить значение регистров и собственно произвести переключения контекстов. Вот процедура копирования большого процесса на самом деле она очень трудозатратная это раз, во-вторых зачем копировать те куски процесса которые не были поменены и вот ядро линукса позволяет делать следующее оно позволяет составлять новый процесс из тех же самых страниц исходного процесса там меняется вначале только состояние регистров потому что мы не можем одно и то же запускать двух разных процессов они должны чем-то же отличаться они отличаются с точки зрения программы значением которое форк возвращается то есть значением в регистре аикс по сути говоря вот и вот если вдруг дочерний процесс занимается записью информации в какую-то там ячейку на какой-то странице то тогда собственно происходит копирование вот именно этой страницы только то есть в новом процессе у нас появляется новое новый лояут в нем меняется только та страница в которую мы произвели запись и очевидно здесь очень много получается ресурсов экономится так на этом мы не будем рассматривать все так как бы к самой теории не относятся ну и вот есть перечень документации вот если вдруг есть какая-то более новая информация я бы конечно был благодарен если бы вы мне написали но здесь я сделал все что мог вот и надеюсь вам было интересно спасибо за внимание